Сначала холодное лето, теперь резкое похолодание и это после таких теплых деньков. Повлияли ли погодные коллизии на количество и качество овощей и ягод? И все ли успели выкопать второй хлеб, картошку? Сейчас узнаем. В этом году малины было как никогда. Вот у нас кустики здесь, мы сняли здесь 16 литров. А вообще по интернету посмотрели, говорят, что малинный год, поэтому и малины много. Что в отношении огурцов, мы сажаем огурцы в тепличке, конечно, там немножко не особо. Брали сорта, одни пошли, другие не пошли. Кабачки тоже, в основном все сгнили. Ну а что наш второй хлеб, картофель? Как с ним? Ну картофель, что там говорить, у меня всегда картофель самый нормальный. Но она сейчас грязненькая, а так она вообще чистая, вообще без одной коростины, смотрите. Вот, первый год. Как сорт называется? Сажал, 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 называется шеверянин. Вот так вот. Людмила Васильевна, как урожай, холодная погода сказалась? Сказалось, вместо 50 картошки вёдер собрали 35. Это очень плохо. Огурцов собрали мало. Барок 15 только закатало 700 граммовых. Единственное, много смородины, малины собираем до сих пор. Овощи, ягоды, что уродилось, что не уродилось? Ничего не уродилось, кроме ягод. Только смородина? Ну почему смородина, крыжовник, малина хорошая, а остальное ничего не уродилось. Что с картошкой? Совсем мелкая? Мелкая, мелкая. Ну ничего страшного. Ну картошка хорошая. И огурцы были. Укроп, вон выше моего роста стоит до сих пор ещё. Смородина? Смородина хорошая. Клубники очень много было. Вы знаете, наверное, какие-то секреты? Никаких секретов. Значит, у вас какие-то устойчивые к холоду сорта? Не знаю. Ёшта хорошая, крыжовник крупный. Что такое ёшта? Ёшта – это крыжовник с чёрной смородиной. С крещиной. Так что, ну всё уже собрано, конечно. Ну теперь будете всю зиму есть витамины. Да. Дмитрий, как урожай? Хорошо. Прямо хорошо-хорошо? Ну нормально. То есть картошка уродилась? Лучше, чем в том году? Конечно. Так, а что касается ягод и других культур? Ягод много вообще. То есть лето, несмотря на то, что было холодным, принесло хороший урожай? Даже очень. А как вы для себя это объясняете? Чем? Даже не знаю. Я тут не был летом. Бабушка. Бабушка? Да, я только так, на подхвате. Как бабушка-то зовут? Бабазина. Вот, Бабазина. Спасибо ей. Да, да. Если у вас есть Бабазина, будет и урожай, правильно? Да, обязательно. Лето было стабильно холодным. И сейчас резкое похолодание. Хотелось бы узнать у нашего Пасвира. Выиграли ли вы битву за урожай? Ягоды, овощи уродились или нет? Расскажите, пожалуйста. Ну, этот год, да, был очень холодным, нестандартно. Или все скорее стандартно. Холодным для северного региона. Битву за урожай, конечно же, мы где-то выиграли, где-то проиграли. Но сначала о картофеле. Картофель, конечно, у нас удался. Полярная станция всегда придерживается агротехники выращивания картофеля. Всегда вносит органические удобрения, минеральные комплексные удобрения. Обрабатывает, и это очень важный пункт, обработка фитофтороза. Фитофтороз у нас, как правило, находится здесь, заражает. Картофель, томаты заражают, и поэтому со счетов-то списывать нельзя. Поэтому борьба с фитофторозом всегда должна быть. Плюс, наверное, какие-то устойчивые к холоду сорта картошки. Да, конечно, однозначно. Это сорта, выведенные на полярную опытную станцию. Сейчас, например, мы выбираем сорт северянин, евреарпасвира, светланка хибинская, хибинские ранние, имандра, повировец. Это все наши сорта, выведенные на станции. Сроки еще не прошли, но мы, конечно, спешим, что снег уже где-то в Мурманске, уже недалеко, 200 километров от нас, поэтому мы торопимся, спешим, чтобы не попасть под снег и под очень сильные заморозки, так как погодные условия непредсказуемые. Но вот сейчас, в данный момент, плюс два, плюс три для картофеля это нормальная, оптимальная температура. Она еще лучше будет храниться. Про картофель понятно. А что там со смородиной, может быть, с земляникой садовой? Как тут у нас? Так, ну вот, земляника садовая, урожай, конечно же, в этом году был, намного меньше, но был урожай. Опять же, нужно сказать, если огородники укрывали свои грядки с плуминникой, то, конечно, урожай будет достаточно хорошим, крупноплодным и менее пораженным болезнями. Но в открытом грунте, конечно же, был намного меньше урожай по землянике. По смородине, по плодовым культурам. Смородина красная, черная, жимолость. Они, конечно, в прошлом году сезон нам дал очень хорошую прибавку к урожаю, потому как сезон был нестандартно теплым для нас. И ягодные культуры накопили достаточно большое количество плодовых почек, которые в этом году раскрылись и дали нам хороший урожай. И опять же, низкие температуры сдержали вредоносность патогенов и вредителей. Для того, чтобы дачники получили хороший отменный урожай плодов, овощей, ягод, картофеля. Они должны придерживаться и агротехнологии, и выращивать сорта, именно произведенные для Мурманской области. Ну и, конечно, советоваться со специалистами. Я, конечно, желаю хороших урожаев, новых достижений и радостных событий на грядках, на участках и у садоводов-любителей.